У каждого кризиса есть последствия, причем порой самые неожиданные. Каким будет мир после карантина? Какие сферы нашей жизни перевернутся после того, как эпидемия изменит наше сознание? Какие шаги в этом направлении уже предпринимают IT-компании? Сегодня мы расскажем о 10 сферах, которые уже никогда не будут прежними. Сегодня совершенно очевидно, что образовательный контент должен стать доступным онлайн в любой точке мира, и в его производство войдут IT-гиганты. Уже сегодня в России в эту сферу активно инвестируют 1С, Mail.ru Group, Сбербанк и Яндекс. Цифровые интерактивные комплексы заменят учебники, а доступность в любой точке мира снимет ограничения как с обучающихся, так и с тех, кто может учить. Подход к образованию будет более осознанный, это сократит сроки обучения, одновременно позволяя учиться чему-либо всю жизнь. И будем надеяться, что бесплатного качественного контента будет становиться все больше и больше. Вынужденный тотальный переход на удаленку вызовет сразу несколько последствий. Первое. Ряд работодателей поймет, что присутствие в офисе части персонала вовсе не обязательно, и на этом можно сэкономить. Второе. Что дистанционность дает возможность получить доступ к лучшим людям вне зависимости от локации. Уже не важны будут границы, и, скорее всего, глобализация еще больше усилится. А третье. Что доступные средства и способы связи для удаленной работы требуют большей защиты. Номер онлайн-конференции в Zoom подбирается простым перебором. Результат – не только обнаженные люди, появляющиеся на онлайн-уроках школьников, но и потенциальные проблемы компаний, чьи внутренние переговоры могут быть обнародованы или проданы конкурентам. Корпоративные сети оказались не готовы к открытию доступа с домашних компьютеров сотрудников и тоже оказались уязвимы. Кибербезопасность стала одной из самых актуальных проблем не только для государств, но и для частных компаний. На новый уровень выйдет и контроль здоровья. Причем некоторые эксперты считают, что он будет осуществляться государством, с тем, чтобы пандемия не повторилась. И здесь на помощь тоже придут технологии. Сканирующие устройства для измерения температуры тела, установленные повсеместно. Умные зеркала в домах и носимые устройства, контролирующие не только температуру, но и давление, сердцебиение и уровень сахара в крови. Не факт, что данные с них будут доступны только вам, и регулярные медицинские обследования по-прежнему будут добровольными. Кризис изменил бизнес. Проще всего выжить оказалось тем, кто умеет продавать онлайн. Но не все можно продать по картинке на экране монитора. Поэтому бренды инвестируют в виртуальные примерочные и технологии дополненной реальности, которые помогут дистанционно продать все, от декоративной косметики до мебели. Если совсем недавно такие приложения и разработки были вынуждены искать инвестиции, теперь инвесторы сами ищут высокотехнологические решения, которые снимут с торговли все физические ограничения. Но мало продать, надо еще доставить товар. И здесь, после пандемии, предпочтительные бесконтактные варианты. Роботы-доставщики, безусловно, получат новые инвестиции, но их применение ограничено расстоянием и рельефом, в отличие от дронов. Сегодня технокомпании стремятся создавать дроны, способные переносить грузы на дальние расстояния. Дроны уже доставляют посылки, лекарства и самые разные грузы в ряде стран. Спрос на такую доставку растет с каждым днем. В перспективе дроны будут забирать грузы со складов, где работают одни роботы, отвечающие не только за сбор заказа, но и за дезинфекцию и его, и самих дронов. Так как безопасность становится ключевым конкурентным преимуществом. Но что будет с производством? У глобальных цепочек поставок обнаружилось слабое место. Развитие технологий и так подталкивало производство к локализации. Фабрика в Нью-Йорке, на которой работают роботы, сейчас выглядит более привлекательной для инвесторов, чем фабрика в Шанхае, на которой работают люди. Чем более автоматизирован процесс, тем менее компания зависит от человеческого фактора. Кроме того, размещение производства ближе к потребителю уменьшает выбросы. Процесс локализации уже шел естественным путем. А нарушение цепочек поставок вместе с неопределенностью, созданной кризисом, ускорит этот процесс. Кроме того, эпидемия доказала потенциал некоторых технологий и необходимость их скорейшего внедрения. Например, 3D-печать. Когда в Италии обнаружился острый дефицит клапанов для подключения больных к аппаратам ИВЛ, местная типография 3D-печати за несколько часов смогла спроектировать такой клапан и на следующий день представить образец из биосовместимого материала. Когда он доказал свою работоспособность, типография быстро напечатала столько клапанов, сколько было нужно, причем стоили они копейки. А в США компания Carbon в кратчайшие сроки смогла переориентировать свое 3D-производство на изготовление медицинских средств индивидуальной защиты и тампонов для забора биоматериала. Локализация и сокращение цепочек поставок скажутся и непосредственно на нашей жизни. От аквапоники до вертикальных городских садов, от настольных 3D-принтеров до солнечных панелей новые технологии могут сделать нас более самодостаточными и менее зависимыми от правительства и чрезвычайных ситуаций. Одновременно сценарии на случай непредвиденных катаклизмов начинают казаться не такими эксцентричными. Подземные грибные фермы, продукты на основе бактерий все это выглядит уже не таким безумным. И даже бронированный кибертрак может оказаться хорошей идеей. Текущий пик социального дистанцирования пришелся на время расцвета соцсетей и мессенджеров, заменяющих живое общение. Телеприсутствие, видеоконференции, цифровые аватары и виртуальные сцены позволяют увидеть коллег и близких в высоком разрешении. Когда проблемы с безопасностью соединения будут решены, цифровые встречи заменят более половины реальных, так как требуют минимальных затрат времени и денег и минимизируют выбросы в окружающую среду. Хотя насчет личных встреч здесь можно поспорить, по крайней мере в нашей стране отказ от них произойдет еще не скоро. Это тоже показала пандемия, ведь вы уже наверняка соскучились по своим друзьям. Но самым серьезным последствием станет развитие биологического оружия и способов борьбы с ним. Футурологи предсказывают, вооруженные силы стран мира из-за пандемии повысят степень готовности к ситуациям, представляющим угрозу, в том числе невидимую. Эпоха тяжелых вооружений подходит к концу, а био- и кибервойны только начинаются. Большинство стран усилят свои сети искусственного интеллекта, разработанные, чтобы сделать невидимые угрозы видимыми. Цель будет заключаться в том, чтобы ни один микроб, вирус, бактерия, грибки или простейшие не могли пересечь границу незамеченными. После экономического кризиса 2008 года последовал период экономического роста. В этот период мы могли видеть бум революционных бизнес-моделей и стартапов, таких как Airbnb, Uber, Groupon, WhatsApp, Venmo, Slack, Square и многих других. Вполне возможно, что скоро нас ждет новая технологическая революция, которая поднимет настроение всему обществу. Поэтому, если надежда и вера в себя не потеряны, то сейчас, в разгар этой глобальной паузы, когда многие из нас вынуждены находиться дома, самое время оцифровать и переосмыслить свой бизнес. Мыслите продуктивно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новых выпусков.